МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Пришло время платить налоги. Какие изменения ждут россиян в этом году? Социальные контракты. Как получить помощь от государства, если оказались в трудной жизненной ситуации? Как светоотражающие элементы могут спасти жизнь? Далее расскажем обо всем подробно. Саровчане начали получать ежегодные уведомления от ФНС по уплате налогов. До 1 декабря граждане должны оплатить определенную сумму по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество. Какие изменения появились в этом году, расскажем в следующем репортаже. С конца сентября физические лица получают рассылку уведомлений по уплате земельного, транспортного и налога на имущество за 2019 год. Напоминания приходят заказным письмом по почте или появляются в личном кабинете. В этом году появились нововведения в бумажном варианте оповещения. Налоговые службы больше не высылают квитанции. Указывают только реквизиты платежа и сумму, которую нужно оплатить. В новых уведомлениях есть специальный идентификатор, штрих-код и QR-код. Оплата налогов производится через отделение банков. Также можно оплатить налоги в режиме онлайн. Налоговые уведомления не отправляют при наличии льготы или вычета, которые освобождают человека от оплаты, либо если общая сумма меньше 100 рублей. Перечень граждан, которые имеют право на льготы, поименована в Налоговом кодексе Российской Федерации и в законе о транспортном налоге по Нижегородской области. Предоставление льготы гражданам носит беззаявительный характер. То есть налоговый орган предоставляет льготу на основании сведений, которые имеются в налоговом органе в соответствии с федеральными законами. Рассчитаться с государством нужно до 1 декабря 2020 года. Если налогоплательщик этого не сделает, за каждый день просрочки будут начисляться пени. Придет уведомление с требованием погашения долга. Если после получения требований плательщик не вносит в бюджет суммы налога, которая необходима для оплаты, уже принимаются меры принудительного взыскания. Изменения коснулись и предпринимателей. Сотрудники налоговой службы сообщили, что в 2021 году плательщикам ЕНВД после его отмены не надо будет сниматься с учета. Инспекции сделают это автоматически. Для перехода на упрощенную систему налогообложения нужно до 31 декабря подать заявление. Если плательщик этого не сделает, то его переведут на общий режим. Индивидуальные предприниматели могут перейти на патентную систему или уплату НПД. Чтобы перейти на патентную систему налогообложения, налогоплательщик должен подать заявление до 31 декабря. Чтобы ставить налогоплательщику налогу на профессиональный доход, нужно зарегистрироваться на мой налог. Ответы на частые вопросы и дополнительную информацию можно найти в специальном разделе на сайте Федеральной налоговой службы России. Там же есть калькулятор, с помощью которого можно самостоятельно рассчитать сумму налога. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Поддержка для людей, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему. Малоимущие и безработные саровчане могут получить помощь от государства на основании социального контракта. Этот пилотный проект направлен на повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности в два раза. О тех, кто может заключить соцконтракт, об обязанностях сторонной сумме ежемесячных выплат расскажем в нашем следующем репортаже. Потеря работы, длительная болезнь человека или родственника, за которым надо ухаживать. И даже невозможной женщине выйти после декрета на работу, так как ребенку не предоставили места в детском саду. Каждый может попасть в трудную жизненную ситуацию, когда резко снижается семейный доход. И без посторонней помощи здесь не обойтись. Один из способов выхода из кризиса – социальный контракт. Это двусторонний договор между управлением соцзащиты и одиноко проживающим гражданином или малоимущей семьей по выходу из трудной жизненной ситуации. Управление социальной защиты по этому двухстороннему договору обязуется ежемесячно выплачивать сумму социального контракта 11 248 рублей. А гражданин обязуется в соответствии с мероприятиями программы социальной адаптации, которая является неотъемлемой частью социального контракта, выйти из бедности, из трудной жизненной ситуации путем реализации этих мероприятий. То есть государство поддерживает россиян материально, пока они, например, ищут новую работу, проходят переобучение, ухаживают за больными родственниками или открывают свое дело. Условия контракта для каждого индивидуальные. Индивидуальный адресный подход, он у нас осуществлялся всегда в управлении соцзащитой. Но в этом году особенно. У нас создано специальное подразделение, которое занимается реализацией социальных контрактов. И у нас есть специалисты, которые сопровождают социальный контракт каждую семью, каждого гражданина, заключившего социальный контракт. Адресная поддержка на основании социального контракта предоставляется только малоимущим семьям или малоимущим, одинокопроживающим людям трудоспособного возраста, у которых средний душевой доход ниже прожиточного минимума. Но ежемесячные выплаты по соцконтракту они могут рассчитывать по следующим направлениям. Поиск работы и трудоустройства, прохождение профессионального обучения, стажировки, наличие трудных жизненных ситуаций. Для тех, кто планирует открыть свое дело, выплачивается единовременная сумма. Социальный контракт – это срочный договор. Он заключается сроком от трех месяцев до одного года. По результатам работы с гражданином, с семьей, малоимущей семьей, три года Управление социальной защиты проводит мониторинг состояния этой семьи, как она вышла из бедности. С января 2020 года в Сарове заключили уже более 120 контрактов, и 53 из них по трудоустройству. Узнать подробности об этой программе и поддержке можно по телефону полное интервью начальника отдела социальной поддержки отдельных категорий граждан в Управлении соцзащиты населения смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24 и на нашем канале в Ютьюбе. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Департамент образования временно ограничивает личные приемы граждан. Прием возможен только по предварительной записи. Индивидуальные коллективные обращения можно направлять в форме электронного письма на адрес инфо-собака-эду-саров.ру Другая важная информация в подборке коротких новостей. 6 октября на 64-м году ушел из жизни заместитель главы администрации Сарового Сергей Анипченко. Более 20 лет Сергей Григорьевич занимался решением социальных вопросов и помощью незащищенным категориям граждан. Коллектив «Канал-16» приносит соболезнования родным и близким. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил перечень стран, граждане которых смогут получить электронную визу с 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости. В перечень вошли 52 страны. Срок пребывания иностранных граждан в России будет увеличен с 8 до 16 дней. Теперь электронная виза распространится на территорию всей страны. Она будет оформляться через интернет без подкрепления какими-либо документами о целях поездки. Театры продолжат оставаться закрытыми, однако репетиции новых спектаклей идут. Кузнечик подготовил сказку «Гуси-лебеди». Поставили ее режиссер Евгений Пермяков из Красноярска и художник Андрей Лукомский из Сочи. Но когда зрители смогут увидеть то, что получилось у этого сибирско-черноморского тандема, пока неизвестно. ЦПП возобновил голосование в конкурсе «Лучший предприниматель Сарова». Оно было приостановлено в связи с техническими неполадками. Голосование обещают сделать максимально объективным и прозрачным, полностью исключить возможность накрутки голосов. Поэтому оно будет проходить с регистрацией участников на платформе Google. Подробности на сайте Центра поддержки предпринимательства Сарова. Рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет наблюдаться еще 2-3 недели. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра, лидер медицины, врач-педиатр, инфекционист-вакцинолог Евгений Тимаков в интервью ТАСС. По его словам, затем ожидается стабилизация ситуации. Спад заболеваемости продлится до конца января. Тимаков отметил, что коронавирус полностью никуда не исчезнет. Случаи заболеваемости будут регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена. В то же время глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал, какими будут предельные цены на российскую вакцину от коронавируса. По его словам, стоимость препарата не будет превышать 1000 рублей за одну дозу. При этом цена может снизиться, когда появятся данные из референтных стран. В России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому, если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке условно в Польше или Казахстане стоить 20 рублей, то будет стоить 20 рублей. И это будет предельная цена, которую мы установим, сказал глава ФАС. На 7 октября в Сарове зарегистрировано еще 58 случаев заболевания. 59 человек госпитализированы. Из них 43 в состоянии средней степени тяжести. Двое в тяжелой. Проведено 503 исследования. Активисты клуба «Акбар» ищут волонтеров для выгула собак у больных коронавирусом. Также требуется передержка для животных. Добровольцев обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Подробности далее. Коронавирус повлиял и на жизнь домашних животных. Находясь на карантине, человек не имеет права выходить из дома и выгуливать свою собаку. А это большой стресс для четвероногого. В связи с этим сотрудники Центра внешкольной работы решили создать волонтерский центр по выгулу домашних питомцев. И объявляют набор добровольцев. Большая проблема. Две недели сидеть собаке дома – это невозможно. Просто физически. Ищем людей, которые смогут именно помочь с выгулом животных. Мы обеспечим масками, в общем, всеми защитами, которые только возможны. Просто нужно ваше желание. Волонтеры пройдут подробный инструктаж от профессиональных дрессировщиков и медицинских работников. Им расскажут о правилах общения и ответственного обращения с собаками. А также о мерах биологической защиты. Люди, мы должны помогать друг другу. И поэтому у нас именно вот эта часть людей, их четвероногих, сейчас в зависшем состоянии. Поэтому большая просьба. Давайте мы поможем друг другу. Все-таки я знаю, что люди, которые держат собак, мы особенные люди. Мы добрые люди. И всегда мы помогаем друг другу. И здесь возникла такая ситуация, что мы должны объединяться и помогать. Помочь запертым карантином дома владельцам собак поможет любой желающий, достигший 18 лет. Достаточно просто позвонить по телефону 8 903 040 88 60 и записаться в волонтерский центр. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. В ходе Всероссийского форума по общественному здоровью член Комитета Государственной Думы Николай Герасименко предложил, чтобы работодатели начисляли премии или предоставляли различные льготы тем сотрудникам, кто ведет здоровый образ жизни. В группах Канал-16 в социальных сетях мы спросили горожан, согласны ли они с этой инициативой. Больше половины опрошенных идею поддерживают. Вариант «нет» выбрали 29%. Безразличны к этому вопросу 16% респондентов. С наступлением осени возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В темноте водителям не видно тех, кто переходит через дорогу в темной одежде без световозвращающих элементов. Наша съемочная группа провела на дорогах города эксперимент, чтобы доказать саровчанам, что светоотражатели действительно необходимы. В осенне-зимний период световой день сокращается. Увеличивается количество аварий с пешеходами в темное время суток. Жители города часто оказываются под колесами авто из-за недостаточной видимости на дороге. Наша съемочная группа провела небольшой эксперимент. В темноте при свете фар водитель сможет увидеть пешехода за 25-40 метров. При скорости 90 км в час автомобиль преодолеет это расстояние за 2 секунды. Как мы видим, даже на освещенной улице человека в черном издалека не видно. Если пешеход решит перейти дорогу тогда, когда автомобиль будет уже близко, на скорости водитель не успеет затормозить. Ситуация изменится, если на темную одежду вы наденете светоотражающие элементы. В таком случае автомобилист сможет увидеть вас при ближнем свете фар за 150 метров, при дальнем – за 400. В первую очередь фликеры необходимо носить детям и подросткам, пожилым людям, жителям населенных пунктов рядом с оживленными трассами. Чтобы снизить аварийность на дороге, сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические акции. Одна из таких – «Месячник засветись». «Месячник направлен на то, чтобы популяризировать светоотвращающие элементы и среди взрослых, и среди особенно детей, которые все-таки еще малый опыт имеют, и недостаточные средния о мобильности транса средств, недостаточные знания о безопасном поведении на дороге». Необходимо помнить главное правило. В темное время суток пешеход должен быть заметным, а водитель – максимально внимательным на дороге. Безответственное отношение участников движения может стоить жизни. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова